Здравствуйте! Российский этап Евротура позади. Регулярный чемпионат для хоккеистов Амура возобновился. Вот об этом и не только. Сегодня в выпуске. Кто скрывается в костюме тарисмана Амура. Интервью с нападающим Тигров Денисом Голубевым. А также наш еженедельный топ новостей. Очередные игры Еврохоккейтура были особенно удачными для Гинека Загорны. В двух сыгранных матчах на турнире нападающий Тигров забросил две шайбы. О других новостях Хабаровского клуба прямо сейчас. Игры на выезде хоккеисты Амура начали с матча в Екатеринбурге с автомобилистом. Возобновили чемпионат игроки Амура с потерями. Вестома Шазагорны и главного тренера Александра Гулявцева. Оба выбыли по состоянию здоровья. Уже на третьей минуте хозяева открыли счет. А в середине первого периода увеличили преимущество до двух шайб. Еще один гол подопечные Андрея Мартимьянова оформили во втором игровом отрезке. Больше заброшенных шайб в этом матче болельщики не увидели. 3-0. Первая игра. Хотелось бы сыграть намного лучше, но получилось не так, как хотелось. Игры начали как-то робко и пропустили два гола. Один из них в меньшинстве. Конечно, меньшинство, вернее большинство команды автомобилист работает очень хорошо. Ребята предупреждали, что удаляться нельзя с этой командой. Очень хорошо используют свои моменты. К сожалению, что есть, то есть. Тем временем «Амурские тигры» открыли новую домашнюю серию. И первым соперником хабаровской молодежки стали русские витязи. Стартовый матч был дуэлью двух вратарей. Никиты Федорова и Даниила Чечелева. Открыли счет «Тигры» в конце первого периода. Автором гола стал Илья Кожухов. Гости ответили в начале третьего. А за 7 минут до окончания матча вышли вперед. Несмотря на финальный штурм, сравнять счет команде Андрея Киселева так и не удалось. 1-2. Повторная встреча «Амурские тигры» и вовсе не смогли распечатать ворота русских витязей. 0-6. Следующие матчи хабаровчане проведут с еще одной подмосковной командой. Капитаном из Ступина. А теперь информация для болельщиков. Выездной матч «Тигров» о Владивостоке 29 декабря они смогут посетить бесплатно. Тех хабаровчане, которые самостоятельно доберутся до Владивостока и зарегистрируются, получат билеты на матч с «Адмиралом» в гостевой сектор от хоккейного клуба «Амур». Для того, чтобы попасть в число счастливчиков, необходимо до 12 часов 23 декабря отправить письмо на электронный адрес, который вы сейчас видите на своих экранах. Указать фамилию, имя и отчество, количество билетов и контактный телефон. Без него не обходится ни один домашний матч «Амура». Это я, конечно, о москоте клуба «Тигре Бархати». За несколько сезонов дружелюбный «Талисман», который, кстати, не прочь похулиганить, стал любимцем хабаровских болельщиков и особенно детей. Чем не повод познакомиться поближе. Еще пять лет назад в Платином арене болельщиков развлекали сразу два маскота – «Тигр» и «Медведь». Правда, имен у них не было, да и появлялись они далеко не на каждом матче. «Бархат» появился осенью 2015 года, в сентябре месяце. Пришел на арену и, в общем, запал в сердца всем. Это то явление, которое не может не улыбнуть тебя. Вот он появляется, и даже интересно, потому что приходит Тёма. Мы здороваемся с Тёмой, который актер «Бархата». Он переодевается в «Бархат» и мы здороваемся с «Бархатом». А вот и тот самый Артем Суворов. Именно он переодевается в костюм плюшевого тигра на каждом домашнем матче «Амура». Кстати, своё имя, нынешний талисман хабаровской команды, позаимствовал у настоящего тигра «Бархата», живущего в приамурском зоосаде. В жизни самый не очень общительный, больше скромный. Это, наверное, внутреннее, когда ты «Бархата» одеваешь, и всё. Это частичка тебя, конечно, внутри этого персонажа. Ну, а так, ты одеваешь и чувствуешь всю эмоцию твоего персонажа. То, что и ты хулигант, и весельчак, и ты танцуешь, всех веселишь, там, везде находишься. Не знаю, это как-то само получается. «Бархат» легко находит язык почти со всеми болельщиками и особенно с детьми. Секрет прост. Талисман Амура сам ещё школьник. Учится Артём в 11 классе. Всё своё свободное время подросток проводит или на арене, или на танцевальных баттлах. Правда, что называется фристайлит «Бархат» и на матчах КХЛ. «Бархат» танцует всегда. «Бархат» встаёт рядом с группой поддержки, повторяет за ними, шутит над ними, пытается их баттлить. «Бархат» слышит просто классную музыку и начинает танцевать просто так, потому что это, конечно, душа танцора. Он танцует всегда и везде, и там периодически пританцовывает. Если за ним следить на арене, то «Бархат» такой, он всегда у нас в движении. Ещё бодрее маскоты в НХЛ. Взять хотя бы самого популярного клубного талисмана в Национальной хоккейной лиге маскота Филадельфии «Грити». Сложно сказать, на кого похоже это двухметровое рыжее существо, которое в 2018-м стало символом флайерс, но кучеглазый маскот очень популярен. У страницы «Грити» в Твиттере 212 тысяч подписчиков. Среди них, кстати, и Хабаровский «Бархат» Артём Суворов. За ним сижу. Мне почему-то он как-то в душе, на меня я чувствую, что на меня похож. У меня в душе я посмотрю тоже на видео, смотрю, поведение тоже похоже, как себя ведёт. Чувствуется внутренняя связь с другим человеком, который в нём работает. Уже год «Бархат» ходит на матчах парой с Тамарой. Это ещё один талисман хабаровской команды. «Плюшевая тигрица» появилась на игре в прошлом сезоне. Неожиданно. В тот самый момент, когда «Бархат» тепло общался с девушками из группы поддержки. Теперь «Бархат» и Тамара неразлучны. Вместе они будут и на московском матче звёзд КХЛ в январе 2020-го. Мы очень хотим, чтобы в этом году он поехал с Тамарой. Взял, значит, даму с собой, показал Москву, прогулялся с ней. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы не поехали вдвоём, потому что Тамара такой же полноценный талисман и подруга «Бархат». А как он может поехать теперь один? «Бархат» и «Тамара», к слову, не единственная романтичная пара маскотов в КХЛ. Так, например, нижегородская торпеда поддерживает целая семья. Олень Торик, его подруга Виктория и их сын. У «Бархата» и «Тамары» пополнение пока не планируется. Все говорят, будь независимым, но от нас многое зависит. Все говорят, не бойся рисковать, а мы за надёжность. Будь сам по себе, а мы верим в партнёрство. Потому что мы «Газпромбанк». Чемпион мира среди молодёжных команд Денис Голубев в «Хабаровской» команде третий сезон. Вместе с «Тиграми» он выходил в плей-офф в 2018-м. Тогда отличиться снайперскими рекордами нападающему не удалось. Всё-таки он форвард оборонительного плана. Зато в этом чемпионате 28-й номер «Амура» проводит один из лучших своих сезонов в КХЛ. Василию Кошечкину забил. Очень люблю поесть. Выхожу на лёд, смотрю, против меня вышло 4 торгая. Трус не играет в хоккей. Игра с «Витязем». Остаётся 40 секунд. Изнутрахая даже говорит «Голубь, иди». Выхожу на лёд, смотрю, против меня вышло 4 торгая. Ещё перед тем он мне сказал «Аккуратно, без травм». Слава богу, всё обошлось. Василию Кошечкину забил. В составе казанского «Акбарса». Пас в пустые ворота отдал легенда казанского хоккея Дмитрия Бухова. Но не только хоккея. Да, был такой случай. Джошуа Греттон был такой, борисей. Но у нас был капитан Саша Свитов. Он заступился и сами видели. На ютубе видите ролик, там всё показано. Ну, как бы я когда пришёл, был, да, 18 лет было. В команде много звёзд. Тут же Алексей Морозов, Терещенко, Никулин, Степанов. Много иностранцев было. Ну, они помогали, подсказывали во многом. Но так, что кто, с кем я близко дружил, кто помогал мне в этом плане, это был Денис Куляшик. Мы сейчас до сих пор поддерживаем отношения с семьями. Первый такой, кто всерьёз занялся мной и моим там воспитанием хоккейным, и не только хоккейным. Очень люблю поесть. Особенно домашнюю пищу. Ты приготовила жена, бабушка, мама. Да приезжают домой, маме тогоска. Во время сезона, как бы, всё равно более стараешься, где-то можешь себе позволить какие-то там гадости, тут же выпить там кока-колу, фанту, есть там батончик, сникерсы, кискаты. При сезонке, не при сезонке, вернее, когда начинается отпуск, где-то первые две недели, там, позволяешь себе всё, всё, что хочешь. Но потом, когда начинаешь уже готовиться к сезону, уже ограничиваешь себя во многом. Получается, за то, что ты наел за эти две недели, надо это всё убрать и вернуться в свою физическую форму, в свой вес. Убираться, посуду мыть. И заправлять постель из тручковой фасоль, которая накормила меня бабушка в 14 лет, и после этого я больше никогда. Да нет, это налёт, это как бы работа, выходишь, сосредотачиваешься, стараешься только думать о игре. Потому что малейшая расслабленность может привести к травме и к каким-то другим последствиям. Осталось две минуты, играл в молодёжь в хоккейн-лиге, по Книжникамску. Попал отлюшкой. И дало зуб. Ну, там была такая ситуация, две минуты, мы уже выигрывали, ничего не решало. Просто человек не специальный, но получилось так, что попал. Криштиан Рано. Ну, человек 34 года в идеальной физической форме и бьёт все рекорды. Как атлет, как спортсмен. Отличный пример. Ну, да, в детстве мне нравился и Бехом, и Карлос, и потом вот они в 2001 сорвали легендарную команду «Галактикос». До сих пор все значки той команды и висят у меня в так называемом музее, где хранятся все майки, медали у родителей дома. На левой руке изображён голубь, так как голубев шлем, так как хоккейст. И кубок. Посвящена татуировке победе в чемпионате мира. На правой руке изображён имя сына и дата его рождения. На правом плече изображён рецепт. На левом нет. Ну, кто-то из них. Толста много, ещё целая спина. На руках ещё много места. Ещё я думаю, что появится и не одна татуировка на монтеле. Дома жена всегда ругается, что всегда дома только один канал – Матчики ТВ. То есть там все виды спорта. Я стараюсь следить за всеми видами спорта. Не только волейбол, и также баскетбол, и гамбол, и футбол, и биатлон. Ну, не сказать, что я там какой-то прям фанат, но слежу, стараюсь следить за «Зенитом Казань». Потому что это первая профессиональная команда, за которой я так стал прейсерами наблюдать. Ну да, благодаря тому, что я познакомился с главным тренером этой команды. С Вадимом Романовичем. Ну и там приезжают все лучшие игроки. Тот же Леон, Мегапед, Соколов, Михайлов, Зучко, все эти звёзды. Чайзи. Сашка Евгар. Потому что он всё время говорит про эту машину. Это из ребят её никто не знал до этого момента, пока Саня пришёл к нам в команду. Помню, рассказал стишок Деда Мороза на улице, а он мне подарил апельсин. Было счастья у меня очень много. И на сегодня это всё. Впереди у нашей команды домашняя серия. Заключительная в 2019. Её итоги, а также итоги уходящего года, подведём в следующем выпуске. Не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok